Американцы действительно озадачены тем, что обеспокоены, что недостаточное количество охотников, не передается какое-то наследие охотничье. Да индустрия сама начинает. Плюс индустрия начинает страдать. То есть олени это действительно большая проблема, как в Англии кролики, у нас здесь олени. Чисто, чтобы с географической точки зрения вы представляли, речь идет прямо буквально в полчаса езды от Вашингтона. Кстати, интересный момент, поправьте меня, если я ошибаюсь, но в охот минимум здесь включен еще вопрос этики. Слушай, ты что ж ты его не охотишь? Да не сезон сейчас, ты слышишь? Ай-яй-яй-яй. Опять возвращаемся к этике. То же самое с пикап-траком. То есть здесь, я уверен, что большой проблемы не будет, если там... Ну я возил на своем, у меня сзади, я проезжаю в Старбакс, у меня сзади олени лежит. Бэмби боялся кого? Он боялся не охотников, он боялся браконьеров. Интересно. То есть это действительно так. А, то есть там мультики? Да. Если и был какой-то там у него угроза, браконьеры были. Это были браконьеры. Блин, здорово. Это просто так не дает. У нас самих земли нету. Мы тут бедные родственники, паразитирующие на шее у буржуазии. Всем привет. Меня зовут Александр Курашов. И перед вами новый эпизод первого и единственного на сегодняшний день аудио и видео подкаста об охоте и дикой природе, который называется 1% удачи. Откуда такое название? Объясняю. Успех на охоте на 99% зависит от подготовки. И лишь на 1% от удачи. 1% удачи – это только название этого проекта. Сам же проект посвящен остальным 99% составляющих успеха на охоте. Перед вами третий эпизод подкаста об охоте 1% удачи. И сегодня у меня в гостях снова Олег Кузнецов. Он заехал ко мне на ферму. Мы постреляли из лука и поболтали об охоте. Мы поговорили об угодьях. Мы сравнили, каким путем он и я пришли к охоте в этой стране. И как мы нашли угодья, где охотятся. И как во всем этом разобрались. Сегодняшний эпизод как раз этому и посвящен. Угодьям. Охотничьим угодьям. И разным типам охотничьих угодий в Северной Америке. Собака сидит, ждет. Ну, что ждет? Не знаю, думают, что на охоту пойдем. Ну, видишь, не зря не отцепил прицеп. Кстати, да. Ага, мне все равно в город сейчас ехать. Ну, ладно, давай, перейдем сразу к нашей теме. А тема у нас сегодня охота. Где и как охотиться на олене в Америке? Просто охотиться. Не на оленя. Да и просто охотиться, да. Ну, так как мы чаще охотимся на оленя, то речь пойдет больше о белохвостом олене. Ну, в принципе, да. Как охотиться, где охотиться в Америке, в частности, в штате Вирджиния, где мы находимся. Очень много задают нам этот вопрос. И мы решили записать короткое видео, рассказать, какие варианты у нас есть. Мне, на самом деле, интересно мнение Олега, нашего гостя сегодня, потому что он к этому подошел, к вопросу охоты, подошел с другого ракурса, не так, как я. Вот. Ну, мы в ходе беседы этого коснемся. Так вот, где, как вообще, где охотиться в Северной Америке? Какие варианты есть? Давай пробежимся в общих чертах по всей ситуации, потом сосредоточимся на Вирджинии. Земли делятся на частные земли и паблик. Паблик. Ну, общего пользования. Это общего пользования. С частными все просто, на первый взгляд. То есть, если у твоего друга есть ферма, ранчо, кусок земли с лесом или без леса, ты спокойно ведешь туда в сезон и получаешь от него разрешение, либо письменное, либо устное. если там есть такие таблички, постят. таблички это отдельно. Ну ладно, давайте. Я вирус пишу опять. Не-не, все правильно. Лицензия все равно нужна, правильно? Лицензия нужна везде. Да. Ну, есть исключения, там, на каких-нибудь, который, зверь, который считается вредителем. А, да. Если хозяин земли, он может без лицензии охотиться. То есть, например, вот у меня я фермер, и у меня какие-нибудь там... Но он должен получить разрешение на это. В некоторых штатах не обязательно. Вот на юге, на свиней, например, на тех же, просто будучи владельцем земли, даже не обязательно быть фермером, я так понимаю, можно просто отстреливать их круглый год. Несмотря на там, ни на какие там лицензии, ничего не нужно. Это я точно тебе говорю. Здесь у нас, если ты фермер, то ты можешь в Вирджинии получить разрешение на отстрел оленя, если он урожай жрет, наносит урон урожая. Ну да, действительно, надо просто обратиться, в соответствующие органы и получить разрешение. То есть ты начал говорить, что private, частная собственность и общего пользования угодья. Общего пользования угодья делится, по большому счету, можно их поделить на два, на две большие категории. Одни принадлежат штатам, а другие федеральные, федеральные земли общего пользования, скажем так. У нас здесь, на восточном побережье, эти штаты, Мэриланд, ну, начиная с юга, с самого Флорида, там, Каролина южная, северная Каролина, Вирджиния, Мэриланд, Пенсильвания и дальше на север. Очень мало, почти нет территории общего пользования, которые принадлежат, которые федерального уровня. Есть штатные. По сути, штат приобретает, выкупает или арендует землю у каких-нибудь корпораций или людей и на деньги, которые они получают, собственно, с продажи лицензий на охоту. Ну, не только от этого, там, гранты всякие, все остальное, но, тем не менее, штат покупает, выкупает земли, оборудуют, не оборудуют, а как это сказать-то, ты начал говорить про таблички всякие, то есть, они ограничены, обозначают эту территорию как территория для, доступная для охоты и, ну, начинают, ну, как бы открывают доступ туда охотникам. Вот это вот у нас такие. А есть, которые по федеральному уровню, это, по сути, земля, которая принадлежит каждому гражданину этой страны, но она находится в трастовом фонде, то есть, государство, земля принадлежит жителям страны, но государство берет на себя обязанности по контролю за порядком на этих землях, ну, и по остальным всяким там моментам. Вот. То есть, здесь у нас, в Вирджинии, особенно в этой части, в Северной, угодий общего доступа почти нет. То есть, по сути, ну, очень сложно найти. Очень сложно найти. Однако ты умудрился найти. Кто ищет, тот всегда найдет. То есть, вот я как раз про это начал вначале говорить, что Олег пошел немножко не таким путем, как я это сделал, поэтому я бы хотел послушать, расскажи нам, как ты пришел к этому, каким путем ты вот это вот все достиг? У нас перенаселение оленя в провинции, наверное, это будет правильно сказать, Файрфакс. Ну, да. Там есть такая программа, называется, как перевести урбан? Городская. Городская охота с луком. По сути, все парки, которые находятся в Файрфакс, там разрешена охота, ты подаешь какое-то подаешь заявку, проходишь какой-то минимальный курс охотника с луком, и тебе разрешают охотиться там. Это одна опция. Погоди секунду, чтобы понятно было Файрфакс, это, ну, давай будем называть провинцией, я не знаю, как, в принципе, да не имеет значения, но это небольшой, относительно небольшая область внутри штата, которая находится прямо на границе с Вашингтоном, со столицей. Да. То есть, мы говорим пригород, по сути, столицы, Вашингтона. Полчаса езды, там, я не знаю, зависит от трафика. Может, ну, грубо говоря, пересекаешь мост через речку. Ну, вот уже те парки, в которых уже олени встречаются, они находятся, скажем, полчаса, даже ближе, даже в самом Вашингтоне олени бегают в парках, но чисто, чтобы с географической точки зрения вы представляли, речь идет прямо буквально в получасе езды от Вашингтона. Вот есть провинция Фэрфекс, и дальше уже провинция, где мы сейчас сидим, находимся, Лаудон. Лаудон, это где вот мы сейчас охотимся с Олегом чаще всего, но это я забегаю вперед, давайте вернемся к повествованию. Значит, есть такая программа, мне пока еще не довелось в ней поучаствовать, это будет план на следующий год, обязательно нужно сделать, я уже приготовил все документы, прошел курс, сейчас я просто жду даты открытия, чтобы подать заявки, и я думаю, что 99% что они мне дадут разрешение, потому что охотников сейчас в Штатах становится все меньше и меньше. В больших городах. В больших городах. Тем более в столице. Все меньше и меньше, и американцы действительно озадачены тем, что обеспокоены, что недостаточное количество охотников, не передается какое-то наследие охотничье, да индустрия сама. Плюс индустрия начинает страдать. Да, индустрия огромная, денег много, поэтому, ну и на обратной стороне медали, собственно, олени, пользуясь случаем, начинают плодиться, размножаться, никто их не контролирует. Олени это серьезная проблема. У меня был случай лет пять назад я сбил оленя грузовиком. Металлический бампер, наверное, толщиной миллиметра четыре, пять, был вогнут. Ремонта было тысяч на пять, наверное, долларов. Ну да, приятно мало. То есть, олени это действительно большая проблема, как в Англии кролики, у нас здесь олени. Но вернемся к нашей теме. Есть еще централизованные охоты, которые организовываются в определенных парках. Я участвовал в двух таких охотах. А чем отличается то, про что ты говорил в Файрфексе? Это было... Все, у тебя лук упадет. То есть, это больше ближе, то есть, это ближе к цивилизации. Речь идет об этих парках, где люди выгуливают своих баллонок, где днем детишки бегают. Да. А как ты там будешь охотиться? Потому что детишки бегают. Все очень просто. Американцы ходят по тропинкам, которые обозначены. То есть, они в лес не ногой, что в принципе правильно. А везде видят таблички, что вот здесь проходит охота. То есть, они будут пускать также людей в те дни, когда охота будет? Если мы говорим про городскую охоту, то да, у людей нет никакого ограничения в доступ в парк. И это не ночная охота? Это не ночная. Это дневная охота. Ограничение ты должен быть 15 фит. Это 5 метров, грубо говоря. Ну да. 15 метров, 5 метров либо выше на дереве для того, чтобы когда ты делаешь выстрел, даже если ты промахнулся, то стрела попала в землю. Ну или если ты стрелял с мощного арбалета, если она пройдет насквозь, чтобы она дальше никуда не улетела. То есть конкретно стрела останавливается в земле, какой-то шанс, что она попадет не туда, куда надо, минимален. И в принципе... Понятно. Ну то есть интересно, а ты сказал, что какие-то там курсы надо пройти? Да, нужно пройти. Вы в этом году ввели, для того, чтобы получить лицензию охотника, тебе нужно пройти курс безопасности. Ну типа охот-минимум. Охот-минимум. Уметь обращаться с оружием, уметь оказать первую помощь, знать, как подходить к зверю. Ну то есть базовый-базовый. Очень базовый. А по поводу вот еще какие-нибудь дополнительные есть курсы, экзамены? Есть экзамен. Городской охоты как раз. Для городской охоты нужно с 25 метров попасть. Проверяют, насколько ты умеешь стрелять. 25 метров нужно попасть в мишень. По-моему, 10 или ничего. Короче, сантиметров 20. Ну в киллзону, в общем. Это про то, что Александр в первом эпизоде рассказывал в Канаде. Там, если ты хочешь с луком охотиться в Канаде, неважно где, в лесу или в пригороде, то ты обязан пройти аналогичный курс. То есть ты должен прийти и отстрелять и показать, что действительно попасть можешь. Вот. То есть здесь у нас вот мне, здесь в моей деревне, никому ничего не надо доказывать. Просто взял лицензию купил. Прошел охот-минимум, конечно, но нигде не надо показывать, что я метко стреляю. А вот в городе, в пригороде, оказывается, надо. Вот. Значит, с 25 метров ты делаешь, тебе дается три выстрела, ты должен три из них попасть в... Три из трех. Да, три из трех. Кто смотрел первый эпизод, поправьте, но, по-моему, Александр говорил, что из пяти выстрелов три надо попасть в Канаде. У нас здесь было три из трех. Я проходил в сентябре месяце этот тест. Я в тот раз проходил вызов валета. Проблем абсолютно нет. Единственное, что сидя нельзя стрелять, то есть нужно стоя. То есть, ну да, понятно. Но все равно. И с этого года ввели новое правило, для того, чтобы охотиться в черте города, тебе нужно пройти какую-то технику безопасности. Я пока еще не прослушал этот курс. Я его пока еще не прослушал, не знаю, но, видимо, будет довольно-таки просто. Кстати, интересный момент, поправь меня, если я ошибаюсь, но в охот-минимум здесь включен еще вопрос этики. Вопрос этики тоже вот там, да? То есть, как мы, охотники, представляем нас... Только что стреляли, вот снимаем. В глазах, как общественность видит нас. То есть, вот тут Олег, идет на вечернюю охоту, в два часа где-то он заходит в этот парк, там мамаша с детьми, с колясками, и они смотрят, и он такой идет весь там в камуфляже. Естественно, они... Ну, может сложиться... Не может, складывается. Складывается впечатление. Может негативное сложиться, если Олег будет идти, материться, если на нем будет майка какая-нибудь, там, на которой что-нибудь написано, я не знаю, что-нибудь реднековское, такое, совсем какая-нибудь жесть. Да нет, кстати, к этому они довольно-таки толерантно относятся. Мы в Вирджинии живем. Чем прекрасна Америка, это всем на тебя, грубо говоря, плевать. Ну, все равно. Пока не касается вопроса о налогах. Что у тебя на майке, не важно. А вот то, как ты... Одень майку, на которой написано «If it's brown, it's down», и олень такой нарисован кверх ногами, без кишок. такое я не знаю. А то, что вот прийти в магазин у меня в стране реднеки, и такую майку купить, там, или написано, что типа того, вегетариан, вегетарианский вопрос, и написано «Моя еда ест твою еду». Знаешь, и, например, нарисованы оленя, на нем прицел такой. И вот ты вот одень эту майку и пойди в Fairfax, «Пойди в Вашингтон». Все очень просто. Там люди не представляют весь ущерб, который наносит оленей. Ну да. А здесь люди с этим встречаются каждый день. Гля, гусей гоняют. Если я не ошибаюсь, тебе постоянно... Слушай, так а че ж мы не охотимся? Да не сезон сейчас. Эй, слышь. Ай-яй-яй-яй. Опять возвращаемся к этике. Так вот, в охот-минимуме там, во-первых, черно-по-белому написано. Ребята, если вы добыли оленя, и если вам его нужно как-то вытянуть так, где есть люди, возьмите его. Field dress. Ну, грубо говоря, выпотрошить, да. Выпотрошить его в лесу. В укромном уголке. В укромном уголке. Не обязательно зарывать, потому что столько людей... Да и растащат эти хищники всякие. И потом заверните его в какой-нибудь тряпку куда-нибудь. И так вытягивайте, чтобы не привлекать внимания общественности. Я бы вообще до темноты дождался, наверное. То же самое с пикап-траком. То есть, здесь, я уверен, что большой проблемы не будет, если ты там... Ну, я возил на своем, у меня сзади... Я проезжаю в Starbucks, у меня сзади олень лежит. Да, это нормально. Я тоже захожу, я вижу там бариста, модное слово, который кофе делает, мальчик. Но это здесь. А если ты чуть-чуть в более дикую часть штата переместишься, то там... наоборот, все скажут, молодец, по плечу похлопает. А здесь действительно к этике очень серьезные отношения и настаивают. Не просят, а именно настаивают на том, чтобы охотники, прежде чем показать свою добычу, подумали о том, кто ее может увидеть. не осудит ли их окружающие. А почему ты так считаешь? Почему ты считаешь, что это так важно? Это все бэмби. Все бэмби виноват. Сейчас я поставлю картинку опять с этим бэмби, с бабочкой. Действительно. Кстати, вопрос бэмби. Я когда... Перед тем, как идти на централизованную охоту, менеджмент хант. Ну вот, ну да, ну менеджмент хант. Это охота по контролю популяции. По снижению популяции. Контролю. Лучше сказать. Контроль популяции. Да, вот вернемся к этому. Есть еще такие охоты по контролю популяции, то есть конкретный... Ты про бэмби хотел рассказать, когда собирался идти. Это сейчас будет. К этому вернемся. Для снижения популяции оленя в конкретном лесу, в парке, либо это может быть state forest, либо это может быть парк, state park. Ну это как пригородный лес, знаешь, что звучит лес. По сути парк большой. Ну по сути парк. По нашим понятиям, по русскоязычным понятиям это парк. Организовывается охота, ты подаешь заявки, проходит лотерея, выбирают 30-40 охотников, у них, им выдают, проходит жеребьевка, зоны, делятся по зонам, потом ты можешь походить, ознакомиться, где твоя зона, посмотреть, где проходят олени и тропы, поставить засидку. Перед самой охотой обязательное собрание, если ты на него не явился, то, соответственно, ты теряешь свое место. То есть, тебя не допустят. Тебе не допустят. То есть, это ориентирование. Ориентирование. Ориентирование проходит, по-моему, за две недели или за три недели до охоты. Рассказывают все правила еще раз. Так вот, на одном из этих ориентирований умный дядька, который за все это отвечал, рассказал историю про то, как он поднял вопрос про Бэмби. Говорит, ну вот, ребята, вы же поймите, Бэмби боялся кого? Он боялся не охотников, он боялся браконьеров. Интересно. То есть, это действительно так. А, то есть, там мультики, если и был какой-то там у него угроза, он браконьер. Это были браконьеры. Блин, здорово. Пересмотри мультик. Я после этого пересмотрел, действительно так и есть. Обалденно. То есть, у Уолт Дисней он... И потом дальше была шутка, что типа, вот, неудивительно, если у него потом в офисе будет висеть чучело Бэмби. Ну да, то есть, на самом деле, охотники не предоставляют такой угрозы для популяции зверя, нежели браконьеры. Которых, кстати, наверное, не так и много здесь. Ну да. Все почему? Потому что культуру прививают с детства. Ну, много разных причин, но это отдельный эпизод. Значит, возвращаемся к вариантам охоты. То есть, вот смотри, вот ты, ты начал, у тебя не было знакомых с частной землей. Да. Ты жил ближе и до сих пор живешь немножко поближе к городу, чем я тут в деревне. У тебя не было вокруг соседей, которым можно постучать в дверь и сказать, мол, я вам тут помогу дрова напилить, а вы мне охотиться разрешите. Вот. Зачастую, в принципе, это достаточно. Или еще чем-нибудь помочь. Или мясо им пообещать дать. Иногда тоже срабатывает. Вот. Опять надо вырезать. Да ладно. Упс. Ну вот. У тебя не было такой опции, и ты решил пойти немного другим путем, и ты наш нашел вот эти вот охоты в парках, так скажем, городская охота сначала, которые, по сути, это охота не полностью, не длинной в сезон, который у нас здесь, особенно арчери, сезон долгий. Это охота в конкретно обозначенные дни только арчери. Я, например, ближе к городу, который парки. И она сделана, охота направлена именно с целью уменьшения популяции оленя в тех парках. И это сделано, опять же, сколько там дней в году? Все верно, только неправда твоя, там не только арчери. Там... В Ферфексе? В Ферфексе. Да нельзя в Ферфексе стрелять, там ординанс. А это, видимо, да-да-да, это будет уже... Нет, там арчери only. Вот здесь Лауден, другой разговор. А все охоты были в Лауден-каунте, если мы говорим про менеджмент-ханс. Ну, ты говоришь, в Ферфексе тоже менеджмент-хант. Я тебе скажу, почему, потому что я, кстати, хотел этот момент сказать, потом отдельно еще про это обязательно поговорим. В Ферфексе, в Ферфексе это единственное каунти, которое для сводки, по доходам на семью, Лауден, где мы сейчас находимся, в Ферфексе, каждый год они соревнуются за первое место во всей стране. То есть, не только по штатам, а если внутри штата, на область, то есть баблищ, извините за выражение, у этих людей, которые там живут, мы в них не входим, мы просто так вот это паразитируем. Услуги предоставляем населению. Так вот, население, там все, кто там живут, это, например, полчаса, час езды до столицы, это политиканы, министры, адвокаты, ну, в общем, все, кто зарабатывает настоящие деньги. Так вот, они взяли и на эти деньги решили запустить интересную программу. Как альтернативу вот этим как раз охотам по контролю за популяцией. Они наняли ребят, которые с дротиками там какими-то пневматическими ружьями усыпляли олених и стерилизовали их. Выходило в среднем где-то порядка тысяч долларов, чтобы стерилизовать одну олениху. В общем, в одном из таких парков, про которые ты, изначально, на которые ты вышел, они стерилизовали что-то порядка пятидесяти олених, пятьдесят тысяч долларов, которые деньги, это из налогоплательщиков-то идут деньги. И что получилось, что действительно, ну, всех, по сути, они отловили олених в том районе, действительно, в том парке не было прироста, естественно, прироста оленей в следующем году. Однако, эту нишу, вместо того, там было пятьдесят оленей, должно было стать, скажем, вообще пуляться, если бы не было хищников и не было бы там аварии с машинами, она бы в два раза увеличилась каждый год, потому что оленя в среднем там один и восемь, что ли, прирост на олениху выходит. Ну вот, но, естественно, были аварии, были сбитые олени, были еще какие-то там естественные смерти. И по идее бы популяция должна была снизиться, так как нет прироста, естественно, но есть естественные смерти. Однако популяция все равно увеличилась. Что произошло, они, олени, из соседних лесов пришли и заняли эту нишу. И эти олени не стерилизованы. Эти, считай, пятьдесят тысяч, уже даже год еще не прошел, и они поняли, что пятьдесят тысяч ушли впустую. Потому что бороться с этим бесполезно таким образом, стерилизация. Во-первых, это дорого, во-вторых, сколько бы ты ни стерилизовал, всегда соседние территории, всегда там будет переизбыток, олени будут мигрировать сюда, заполнять нишу. И этот баланс все время будет, и эти олени будут приходить, они опять не стерилизованы, а потом тебе, как тебе их стерилизовать, ты всем бирки будешь вешать на ухо. В общем, Fairfax со своими огромными деньгами попробовал, отказались, вернулись к плану изначальному охотники. Как раз вот это вот, про что ты сейчас говоришь. Да. Вот. Интересный момент, на самом деле, было очень интересное исследование. Ну, в общем, в результате охота, как инструмент контроля популяции, все-таки была признана не столько, не столько этичным, может быть, по отношению к другим каким-то вариантам, а более действенным. Охотники плюс снайпера. Вот снайпера, это ты имеешь в виду ночные охоты. Ночные охоты с глушителем. А такие у нас есть здесь? Да, у нас есть. Ну, окей. Ну, это уже, конечно, да, это совсем уже другой разговор. Это совсем другой, но тогда закрывают парк полностью. Это нанятые люди, это опять деньги тратятся. Это нанятые люди, тратятся деньги, но это спецподразделение, не спецподразделение, а полиция. Ну, да. Люди, которые носят оружие каждый день. Вот, либо мы можем прийти, мы заплатим за лицензию, мы придем, пройдя все курсы и всю технику безопасности изучив, мы придем и отохотимся там и понизим популяцию. И мы еще и деньги заплатим за это. Либо государство потратит деньги, наняв ребят снайперов. Да, кстати, им платят. Им за это платят. Притом там неплохо, я так думаю. Вот они сидят на три стенде, и получают 40 долларов в час, а может еще и 60 долларов в час. Овертайм. Овертайм еще, ночные еще, это еще и ночная охота. То есть, они получают огромные деньги из наших карманов. Где логика? Нет логики. Поэтому, в общем и целом, вот такие вот типы охот, они имеют место быть. И они эффективны. Чуть подальше от столицы, в таких же аналогичных парках, разрешает огнестрел. Соответственно, определенные дни огнестрел. Вот тут про это в двух словах расскажи. Я знаю, что ты пытался в этом году. Пытался, да. У меня было три, четыре, пять охот. Причем, интересно, что в каждых парках какие-то свои ограничения. В одном можно было стрелять картечью и только картечью, в другом это должны были быть пули. Там, где картечью, я спросил, мне было действительно интересно, в чем ограничение, почему. Есть же смысл, если будет нарезная пуля из 12-го или 20-го калибра, это гораздо этичнее, мягче выстрел, меньше подранков. Они обосновали это тем, что боятся, что пули будут летать кругом полюса. это с ландшафтом связано. Связано с ландшафтом. Никаких гор нету, равнинный ландшафт, но все равно охота должна быть с три стенда. То есть, с земли охотиться нельзя. И, в принципе, это имеет смысл. Ну, значит, ну, ладно, то есть, ты попытался. Попытался, да. Не хватило теоретических навыков, не смог понять, где, когда выходит зверь. Плюс, когда вдруг неожиданно ни с того ни с сего в 4 часа, в 5 часов утра 40 человек заваливаются в лес. Динамик немножко меняется. Идут на свои стенды, начинают шуметь. Кто-то тише, кто-то громче. Кто-то покурил перед этим. кто-то еще с перегаром со вчерашнего. То есть, ты можешь видимо как-то по-другому начинать себя вести. изучать, а потом бац, такая вот... Ну, в общем-то, добыть у меня не получилось, но я отлично провел время, побыл в лесу, пообщался с охотниками, чему несказанно рад. Ну, это да, это главное. То есть, такие вот у нас варианты есть здесь. Опять же, это мало, это лотерея, то есть, не каждый. Вот я захочу, это не значит, что я смогу попасть на такой охоту. Такие охоты проводятся вот 5 дней, ты говоришь, было... Оно обычно проходит... В начале, в конце сезона? Каждую неделю, каждую неделю, по-моему, по пятницам. Каждую неделю? Да. На протяжении всего сезона? Нет, вру. Значит, на конкретно одном, я знаю, было 3 лотереи, каждой лотереи... Три охоты было? Три охоты, каждая охота по 3 дня. По 3 дня, окей. Ну, то есть, сезон у нас с сентября по... Все время забываем, март-апрель, по конец апреля, с сентября, по конец апреля. Но это общий сезон на территориях общего пользования, который открыт в течение всего сезона, либо на частных угодьях. А вот такого рода охоты, которые организованы по контролю популяции, они проводятся всего несколько дней за сезон, и не каждый может туда попасть. То есть, там лотерея. То есть, здесь не факт, что... Ну, благо попасть все-таки на какой-то из дней ты попадешь, но опять же, речь идет, там, может, ты шесть дней в сезон от охотишь всего лишь. То есть, возникает, естественно, желание охотиться еще дольше. Ближайший лес, извиняюсь, что я перебиваю, я смотрел, искал угодья общего пользования, ближайшее от моего дома два с половиной часа. То есть, это с одной стороны вроде и не очень далеко, но с другой стороны, для того, чтобы туда съездить, хотя бы посмотреть, что там происходит, это нужно раз десять, наверное. Совершенно верно. И не забывай, что ты не единственный, кто туда едет. Столько людей, которые в твоей ситуации даже хуже, которые живут вокруг большого города, Вашингтона, столицы, и когда сезон открывается, и у них первая точка назначения вот эти вот два с половиной часа езды с клочком земли. И эти два с половиной часа езды, если это не арчери сезон, а огнестрел, то люди говорят страшно. Заходишь в лес, все оранжевое. И канонад начинается. Это, конечно, да, это жуть. То есть, это не столько охота, в моем понимании. В моем понимании, охота это где-то тихонько сидишь-сидишь или скрадываешься, подходишь к зверю. Наслаждаешься природой. Наслаждаешься природой, а там ты только слышишь выстрелы. Наверное, что-то не то. И надеюсь, что никто картечи не шмаляет. В тебя! Да. Ну, такие варианты. Ну, и, естественно, третий вариант, последний вариант, это частные угодья. Опять же, вот в нашей округе есть очень много зажиточных семейств. Тут есть такие особняки, такие земли, которые... Саня, ты забываешь такой момент. Если ты хочешь поехать, я узнавал, на оленя, на охоту, мы говорим полторы-две тысячи долларов. Ну, ты имеешь в виду поехать? Вот. Через аутфиттера. Через аутфиттера. да. Проживание два дня охоты или три дня охоты. Кстати, третий вариант, ну, или четвертый уже вариант, я сбился со счет. То есть, есть угодья частные, и в эти частные угодья либо можно постучаться в дверь к фермеру, сказать, фермер, я смотрю, здесь у тебя яблочные деревья, и ты не хочешь, чтобы у тебя талейни слишком много было. Есть небольшая вероятность, если правильно подойти их и культурно поговорить вежливо и сделать так, чтобы создалось впечатление у этого фермера, что ты адекватный человек, безопасность, прежде всего, этика и все остальное. Есть вероятность, что он тебя пустит, охотится. Есть более верный вариант. Есть люди, которые занимаются аутфиттерством, они берут в аренду либо владеют большим куском земли и разрешают, позволяют, продают доступ охотникам на эту землю на сутки или на двое. Еще есть один вариант. Охотничьи клубы. Тоже верно. То есть, это охотничьи клубы, это как это работает? Потому что я, на самом деле, смотрел, но особо не смотрел. Я смотрел, искал, годовое членство стоит, наверное, начиная от тысяч, и предела нет. То есть, охотничьи клубы, это когда группа ребят, таких, как мы, охотники, собираются? Собираются в складчину, снимают в аренду какой-то участок земли, и потом они... То есть, они смотрят на карту, находят огромный кусок земли, допустим, 80% этого куска земли это поля, которые возделываются под кукурузу. То есть, где-то сидит человек, который владелец этой земли, он, скорее всего, сам не занимается фермерским хозяйством, он арендует эту землю какому-то фермеру, фермер там, значит, на 80% этой земли растит кукурузу, соевые бобы, там, что угодно может растить. Остается 20% это лес, какой-нибудь ручей, там, какая-нибудь заболоченная местность. Он тоже, это человек, который сидит, сдает в аренду фермеру, он думает, ага, как мне еще деньги заработать на этом? Он сдает эти оставшиеся 20% охотникам в аренду. То есть, тоже интересный вариант. Там есть куча заморочек, у них свои правила. Правила... Ну, каждый клуб создает, да, свои правила. и они могут быть просто глуповатыми, на мой взгляд. Для себя я выбрал такой вариант. находить людей, которые являются непосредственными собственниками земли, угодий. Иди отсюда, фу-фу-фу, такой быть. Вонючка. И пытаться настроить мосты любви и дружбу с ними. Твой вариант, наверное, самый простой. Самое главное, это вот в моем понимании, для меня, это, блин, безопасность. Потому что я знаю, что кроме меня, ну, и залетного браконьера, и тех, кто со мной... Ну, нас таких немного. Пока не встречал. Реально не встречал ни разу такого. Вот. И безопасность, как бы, для меня превыше всего в этом плане, что я знаю, что я сижу, и никто другой там... И плюс еще другой момент, что... Вот мы уже за этот сезон с тобой охотясь, уже, как бы, уяснили такой момент, что пару раз ты олень спугнул, ты спалился, он знает олень, что ты сидишь на этом дереве, все, можно смело об этом участке забыть. Потому что олень, он знает, и он стороной начинает обходить. Потом пройдет неделя, все возвращается, там, или две недели, в зависимости от ситуации, все возвращается на круги свои. Так вот, если там еще кто-то охотится, кроме тебя, то ты можешь выслеживать, пытаться определить все, все, все. А за день до твоего выхода в угодье с целью охоты кто-то там другой отстрелял, добыл, промахнулся, неважно, и просто нашумел. И все, и твоя охота идет, коту под хвост. Все, твоя подготовка. Все верно. То есть, это еще один. Естественно, это просто так не дается. То есть, у нас самих земли нету. Мы тут бедные родственники, паразитирующие на шее у буржуазии. Но хозяева, у которых большие угодья, которые сами не охотятся, если я уже повторяюсь, но если к ним найти правильный подход и адекватно, вежливо попросить пообщаться и предложить взамен какую-нибудь свою услугу, то они, в принципе, не против плода. Которая зачастую им-то и не нужна. Ну, почему не всегда не нужна? Вот, смотри, вот пример, вот забор за нами. Я не знаю, насколько видно, ну, вот он весь начинает облазить. Еще пару лет, и этот забор будет весь, вот это все серое, вот тут особенно видно, все будет светиться. Ты пойди, а эта краска стоит, ну, относительно копейки. Знаешь, ты вот едешь, едешь, на карте увидел классные угодья, подъезжаешь, смотришь, там забор. Ты прикинул в голове, ага, у меня с моим приятелем займет два дня, от заката до рассвета, точнее, от рассвета до заката, два дня и там 10 ведер краски и две кисточки. Ты стучишься и говоришь, я видел у вас тут а угодья, б забор серый стал, выцвел весь. Давайте, давайте, все, понимаешь? Если ты придешь не в каком-нибудь камуфляже, да, кстати, а одет нормально, ну, я не говорю, что в галстичке, ну, не в таких вот сапожищах, а придешь, ну, нормально, такой кэжуал, такой обычный, рабочий, там, нерабочей одежды, значит, адекватный, нормальный, и будешь себя вести нормально, не будешь там табак жевать, сплевывать. И главное не ходить во время сезона, нужно делать это заранее. Да, естественно, конечно, да, заранее, да, потому что еще есть риск, что кто-то другой, кто быстрее, хитрее, умнее тебя или просто не любит откладывать на завтра то, что может сделать сегодня, так же уже постучался и предложил такую услугу. А зачастую владельцы не хотят, чтобы было два охотника. Да, потому что им не нужны лишние заморочки, координировать, риски, опять же, там, что-то как-то, а вот, еще момент важный, разрешение нужно спрашивать, это обязательно, очень помогает, если ты пишешь, и это надо, надо упоминать, то есть, приходишь к землевладельцу и говоришь, вот я, значит, тут вам расписочку сделаю, что если вдруг что-то пошло не так и я упал с дерева, то к вам никаких претензий нет, ну, или что-нибудь еще там пошло не так, то есть, я беру на себя ответственность за свои поступки, это помогает очень сильно, то есть, с точки зрения юридической, это делает всю эту ситуацию безопасной для землевладельца. То есть, в принципе, было бы желание, ну, естественно, это не значит, что первым попавшимся постучить в дверь и получится, но это для тех, кто живет в Америке и думает, как нам пойти на охоту, я знаю, что у меня есть такие подписчики и зрители, для тех, кто живет в России, может быть, эта конкретная информация не будет полезна, но хотя бы как-то расширит кругозор. Верно. Что-нибудь еще мы должны обсудить? Планы какие у нас по поводу охоты? По поводу охоты. Мы сегодня должны были на охоту. Ты все спрашиваешь про планы, а мне как-то даже стыдно. Все работа, да еще что-нибудь. Мы пытались сегодня пойти на охоту. Не получилось. Зато отлично постреляли. Стреляли сегодня с луков. Я сейчас арбалет достал, да, с лук стрелял. Ты, кстати, расскажи нам про пипсайт свой. Ты говорил в прошлом эпизоде про пипсайт. Ты хотел, или во втором эпизоде. А, не пипсайт, а этот кисер. Да, поставил кисер. Интересная штука. Мне понравилось. Получилось. За Робин Гудить пару стрел. Действительно меняется прикладка немножко. Точнее, не прикладка, а ощущение. По поводу того, теряется ли скорость, затрудняюсь сказать, но пришлось немножко подрегулировать прицел, немножко переставить пины. То есть, наверное, она чуть-чуть упала, но насколько это критично, я не думаю. На том расстоянии, на котором я стреляю, то есть это там 20-30-40. Ну, а позволило тебе это увеличить дистанцию? Вот именно с точки зрения психологической. Психологической. Я поставил новый пипсайт и плюс кисер. А, то есть ты там не вертел в другую очередь. У меня был слишком большой пипсайт. Просто в прошлый раз ты говорил, что ты дальше 30 даже не пристреливал. Да, так и есть. Сейчас я сомневаюсь, что я бы охотился на расстоянии больше 30 метров, но это скорее ограничение, которое накладывает ландшафт. Ну, ты будешь... Ну, на 40 ты уже пристрелял? На 40 пристрелял. Ну, теперь у тебя пин есть на 40 выставлен. Теперь есть на 40. Ну, то есть все уже, в обратном пути нет. То есть ты скоро будешь на 40 охотиться. Нет, сейчас цель другая. Нужно ехать на запад, где это нужно. Ну, да. Где нужно стрелять на 50, 60, 70 метров. Ну, да. И не по белохвостым оленям, а по лосям. Которые не дергаются. Которые не дергаются. Кстати, сегодня мы стреляли, точнее, Олег стрелял, а я стоял немножко вбок и ближе к мишени. И я слушал, как летит стрела. И она летит прям душевно. Со свистом. Там такой прям ух. Даже не знаю, как это назвать. Не свист, а прям гул стоит. Гул стоит. Реально. Надо будет поэкспериментировать с разными наконечниками. Но я, насколько знаю, больше оперения создаёт этот гул. Поэтому у нас сейчас с тобой один в один оперение, да? Да. Ну, не здесь, а на моём луке. Не сюда, смотрите. Ну, в общем, поэкспериментируем. Будем делиться с вами. Это к тому, что мне недавно со мной спорили, что на ста шагах олень не услышит звук выстрела из лука. Может, он и действительно не услышит, если лук тихий. Но гул приближающей стрелы он точно услышит. А вот про это многие не задумываются. А как часто вот в тех угодьях, где мы с тобой охотимся, ты видел нормальные, вменяемые линии, по которым можно стрелять? Единственное, нигде я не видел, кроме одного места, вот где вот... В поле. В поле, да. Которое сегодня я думал поставить посреди прям поля. Ну, это единственное место. Это единственное место. А в основном это 20-30 метров. Да, метров и все. А дальше... Кусты, ветки и все остальное. Ну, ладно. Значит, все, что хотели, обсудили? Все обсудили. Спасибо тебе еще раз. Спасибо вам. Давайте. Будем пытаться охотиться и рассказывать. Будем пытаться утреннюю охоту замутить в ближайшие дни. Я надеюсь, получится. Должно получиться. Должно получиться. Когда 8 марта? Завтра. 9-го можно идти на охоту. Главное, завтра стоять. Что ты сейчас сделал? Ты сейчас что сделал? Придется мне сейчас сегодня выложить этот эпизод. Ай-яй-яй. Поэтому, пользуясь случаем, дорогие дамы, поздравляем вас с 8 марта. И и все, закругляемся. Закругляемся. Спасибо. Тебе спасибо. Так же получилось, что этот эпизод вышел в эфир 8 марта. Поэтому я еще раз спешу поздравить всех девушек, охотниц и жен, охотников с этим весенним праздником. Спасибо вам всем, что вы есть у нас, девушки и женщины с 8 марта. Напоследок, еще раз хочу вас поблагодарить за то, что вы смотрите и слушаете подкаст 1% удачи. Хорошая новость заключается сегодня в том, что iTunes недавно, буквально на днях, опубликовал эти эпизоды в своей, в своем каталоге. Теперь эти подкасты можно скачивать на любом девайсе, Apple девайсе, будь то iPhone, iPad или чего угодно. Теперь вы можете слушать их на своем iPhone по пути на работу, в метро, во время прогулки или во время работы, если ваш начальник не против. Это будет удобнее, чем тратить целый час или 40 минут перед экраном монитора, просматривая видео на YouTube. Но не забывайте, что некоторые моменты все-таки лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому, если вдруг вас что-то заинтересовало во время прослушивания эпизода и вы захотели посмотреть, о чем мы там говорим, вы можете всегда открыть этот эпизод и любой другой эпизод на моем канале на YouTube и посмотреть тот же самый материал, но с видео рядом. Еще раз спасибо за вашу подписку, за просмотр. За прослушивание и до скорых встреч в новом эпизоде. Самое главное, не забывайте, что успех на охоте лишь на 1% зависит от удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok